Всем привет! За пару лет общения с плосковерами у меня сложилось некоторое представление об этой секте. И первое, что мне бросается в глаза, это то, что стать плосковерами их заставляют некоторые факты, которые, как им кажется, противоречат официальной модели. И как показывает практика общения, эти так называемые факты в основном одни и те же. Я решил составить список наиболее часто упоминаемых из них и выяснить, что из этого правда, а что ложь или заблуждение. Итак, поехали. Факт номер один. Горизонт ровный, а должен быть изогнутый. Ну, конечно же, горизонт ровный, хоть линейку прикладывай. Вот только обычно те, кто приводит этот аргумент, забывают о масштабах, да и вообще о геометрии. Шар диаметром 12 с лишним миллионов метров, с расстояния 2 метра, да даже и с расстояния 2000 метров, будет давать ровный горизонт. Геометрия, любой может в этом убедиться. На достаточно большой высоте, как и полагается, закругление уже заметно. Сюда же можно добавить заблуждение об опускании горизонта. Оно есть, причем именно такое, какое должно быть на шаре. Опять же, любой может в этом убедиться. Как вы поняли, я начал с самых примитивных заблуждений. В общем, едем дальше. Факт номер два. Размеры солнца меняются в течение дня. Да ну. Почему же тогда никому до сих пор не удалось это зафиксировать? Те, кто нам подсовывают свои жалкие подделки не в счет. И о тех, кто вместо размера самого солнца замеряют размер его засветки или гала. Кому как удобно. А где же честные эксперименты? Те, что с солнечным фильтром? Нет, не компьютерная обработка, а реальный фильтр. Также у вас вводят заблуждение, подменяя понятие уменьшения и изменения формы. Нет, это не одно и то же, господа. Я еще не говорю о том, что солнце вообще-то должно уменьшаться в разы, а не на пару пикселей. В общем, нет и не было никакого уменьшения солнца на закате. Факт номер три. Наклон объектов на большом расстоянии. Я уже разбирал это заблуждение, но повторю еще раз. Не забывайте о масштабах. На каждый градус наклона требуется расстояние 111 километров. Да к тому же наклон в сторону от вас, то есть от наблюдателя. Сами попробуйте в домашних условиях воспроизвести это. Может, тогда убедитесь, что такой наклон визуально определить практически невозможно. Факт номер четыре. Видимость объектов на большом расстоянии. Это сейчас, пожалуй, единственная оставшаяся соломинка, за которую цепляются авторы плоскоземельных каналов. Но не будем их винить, ведь некоторым из них приходится отрабатывать гуманитарную помощь из Евросоюза. Тут даже нет смысла подробно разбирать каждый. Не побоюсь этого слова эксперимент. Суть у них всегда одна. Не важно, что и как снимать, главное, как все это интерпретировать. Тут прибавим, тут убавим, это проигнорируем, а игнорируют, как правило, атмосферу. Или вообще выдадим одно за другое. И вот уже что-то получается. Сенсация, шар уничтожен. Да ну, правда что ли? Берем калькулятор дальности и видимости, проверяем, видно. Причем именно так, как и должно быть на шаре. Ай-яй-яй, как же так? Ну ничего, попробуйте еще раз. Только будьте любезны, снимите на этот раз что-нибудь, что действительно, ну никак невозможно на шаре. Факт номер пять. Вода всегда ровная. Да ну. Что, правда? Действительно? На самом деле? Факт номер шесть. Линзирование. Мое любимое заблуждение. Оно прекрасно показывает, как плосковеры, прижатые фактами к стенке, в панике придумывают все новые костыли для своей сказочной гипотезы. Разберем это заблуждение поподробнее. Как утверждают плосковеры, так называемое атмосферное линзирование объясняет постоянство размеров светил и саму возможность захода за горизонт. Забавно. Эти же плосковеры утверждают, что Солнце все-таки меняет размеры. Но это мелочи, не будем тратить на это время. Итак, как же по их версии это самое линзирование существует и работает? А все очень просто. Ведь не секрет, что в атмосфере содержится влага. И вот она-то и работает как линзы. Тут любой здравомыслящий человек уже спросил бы. Что? Что ж верящие в эту сказку, сейчас будем немножко ломать ваше мировоззрение. Первое. Влага содержится в атмосфере в газообразном виде, а не в жидком. Какие тут могут быть линзы? Второе. Знаете, как называется вода в атмосфере в жидком виде? Осадки. Ну, знаете, такие, как туман, дождь и так далее. Думаю, вы уже поняли всю бредовость этой идеи. Но мы продолжим. Третье. Каким образом миллионы и миллиарды микролинз, расположенные хаотически, могут работать как одна линза? Четвертое. Почему, сколько бы не было наблюдателей со своими так называемыми линзами, они друг другу не мешают? Пятое. Почему во всех экспериментах используется именно линза Френеля, а не обычная стеклянная? Почему все, как попуга, и повторяют этот эксперимент именно с такой линзой? Шестое. Почему ни в одном эксперименте так и не удалось показать, как Солнце зашло за горизонт? Нет, ни за здание, ни за поле зрения линзы, а именно за горизонт. И почему наблюдение работает только из одной строго заданной точки? В общем, подвожу итог. Линзирование – бред от начала до конца. Жалкий костыль, который к тому же совершенно не работает. Факт номер семь. Гравитация не работает. Много раз слышал этот аргумент. Иногда он звучит как «ну покажите тогда нам гравитационную модель глобуса». И это на самом деле хороший вопрос. Плосковеры, наверное, думают, что этим ставят нас в тупик. Не дождетесь. Вот вам модель глобуса. Работает, притягивает, все как заказывали. Для тех, кто подзабыл, напомню. Есть у плосковеров такой тип аргумент, что существуют маршруты самолетов, которые как-то не вяжутся с шарообразной землей. Господа плосковеры, во-первых, не путайте маршруты и рейсы. Это не одно и то же. Особенно, когда разные части маршрута выполняются не только разными самолетами, но и разными авиакомпаниями. Но и про экономическую целесообразность не забывайте. Полеты через крупные узлы почти всегда дешевле, чем напрямую. А иногда прямых рейсов вообще нет. Во-вторых, почему вы игнорируете кучу других рейсов, которые, ну, никак не вяжутся как раз с плоской землей? Почему такая предвзятость и избирательность? Что, рейсы фейковые? А почему тогда ваши рейсы не фейковые? Факт номер девять. Нигде не учитывается форма земли. Ну, давайте посмотрим, где вообще есть смысл учитывать форму земли и учитывается ли она там. Диадезия, топография, картография. Учитывается. Строительство – учитывается. Авиация – учитывается. Морское дело – учитывается. Ракетостроение – учитывается. Стрельба – учитывается. И это только несколько примеров, которые я вспомнил. Если я что-то забыл, напомните, пожалуйста. И последний факт. Факт номер десять. Звучит он как «официальная теория – это всего лишь теория». Странно, почему плосковеры о своей ТПЗ так не говорят. Хотя я догадываюсь. Беспристрастность и непредвзятость всегда был их слабой стороной. Плосковеры почему-то уверены, что теория – это что-то такое вымышленное, существующее только в голове или на бумаге. Это что-то вроде идеи, не доказанной на практике. Так вот, господа плосковеры, все, что я сейчас назвал – это описание гипотезы, а не теории. Теория – это гипотеза, которая была доказана практически. Экспериментально. А вот ваша плоская земелька – как раз самая настоящая гипотеза. И теорией ей не стать, как бы вам этого не хотелось. Тут дело даже не в сложных определениях, что такое гипотеза, а что такое теория. Самый простой способ – выяснить, может ли модель, описанная в теории или гипотезе, что-то объяснить или предсказать. Вот официальная модель может, а гипотеза плоской земли ничего не может. От слова совсем. Если кто-то хочет поспорить на эту тему, предскажите, пожалуйста, ближайшее солнечное затмение, включая условия видимости, основываясь только на модели плоской земли. Удачи! Для тех, кому это не по силам, задача попроще – рассчитать точное время ближайшего восхода Солнца для вашей местности. Итак, я назвал 10 фактов, которые, как вы поняли, являются глупыми заблуждениями. Хочется по этому поводу спросить плосковеров, неужели большинству из вас хватило этих так называемых фактов, чтобы поверить в плоскую землю? Или было что-то еще? На этом прощаюсь с вами. Всем спасибо за просмотр и всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok